Представители знака зодиака Козирог. Козироги, мои дорогие, здравствуйте. Торо прогноз, торо расклад. Что вам по судьбе? Неожиданности до конца года. Неожиданности и сюрпризы. Это то, что со знаком плюс. В целом, планетарно, период до конца года, нам как будто говорят, уделить внимание личной жизни, взаимоотношениям. Помните, что вы должны быть счастливы. Отчасти есть в этом периоде и такая фишка, когда, вы знаете, мы должны для самих себя, как будто нашему благополучию никто не должен помешать. И поэтому есть часть людей, если мы говорим в целом про взаимоотношения, есть часть людей, которых мы не отменим в нашей жизни. Это могут быть соседи, это могут быть руководители, это могут быть коллеги. И от правильного взаимодействия как будто не должно быть конфронтации. Или какую-то сложную, может быть, ситуацию перевести в нейтралитет. Будет важно, чтобы в последующем никто не вставлял палки в колеса. Вот для вас это будет актуально и для всех нас вообще. И как будто пространство, вселенная нам дает такую возможность. Но личная жизнь будет на повестке дня для всех знаков зодиака, для себя как будто сделать что-то очень хорошо. Я вам благодарна, мои дорогие козероги, за ваши комментарии, за ваши отклики. Я стараюсь отвечать на все ваши комментарии, но не всегда это получается. Прошу меня понять, извинить. И вот этот формат видео, что вам по судьбе, у меня таких видео нет. Поэтому буду благодарна, если вы откликнетесь, мои дорогие. И еще есть такой момент. Если в видео будут посторонние шумы, прошу извинить. У соседей ремонт. Такой долгий ремонт, извините. И я на это не влияю. Итак, первую карту мы достанем. Характеристика периода или, что важно знать, или целое ваше настроение, как видят карты, мои дорогие козероги. Так. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Сюрпризы. Что будет со знаком плюс? Достанем карту «Ваши действия» и каков результат. Совет от карты. Давайте будем смотреть. Рыцарь Пентакли. Прекрасная карта. Рыцарь Пентакли едет медленно. Сразу скажу, нет какой-то синкопы. Спокойный период. Но это может быть ваша поездка, это может быть приезд человека к вам, или планы какие-то совместные, может быть, с перемещением. Может быть, вы будете планировать сам по себе, ну, как смена недвижимости, переезд куда-то далеко и тоже может проиграться. Вообще, это карта марафонского забега. Это то, что вы планируете на длительный период времени. Сама по себе карта обновления. Не будет как раньше. Но вам этим будет приятно заниматься. Что-то у вас получится. Или в этот период до конца года уходящего, 2023-го, вы закладываете какую-то стратегию, тактику на длительный период времени. И надо сказать правда, в 2024 году Плутон окончательно поселится уже в Водолее. И для вас легче будет какая-то ситуация. Какие-то тягостные, может быть, воспоминания. Или то, что, знаете, как камень на душе мы говорим, да. Вот этот камень нейтрализуется, его не будет. И это больше вдохновения. И больше как следствие какой-то самореализации. Правда, что-то вы закладываете в декабре на последующий период со знаком плюс. Может быть, по этой карте приход денег, мои дорогие. Или для кого из вас сложная финансовая ситуация, как будто нам помогают. Как минимум, я знаю это четко на 100%. Если выпадает рыцарь, пентаклей, и у вас на сегодняшний момент какая-то патовая финансовая ситуация, продумайте свое окружение. И я вам гарантирую, что один человек вам откликнется, придет на помощь, как будто вас выручит в чем-то. У вас получится. Причем вы сможете даже с этим человеком, ну, какие-то отношения на дальнейший период, я не говорю про любовь, нет, а именно какие-то добродружеские продолжить, развить. Вот подумайте. То есть из любой ситуации даже, я понимаю, у меня смотрят люди из разных стран, и у каждого сейчас своя какая-то обстановка, и на злобу дня свои какие-то события. Поэтому выход есть, мои дорогие, карта прогресса и решение вопросов в этот период. Давайте неожиданности. Ну, вот все то, что я сейчас сказала. Даже повторить невозможно, потому что где-то по пажу пентаклей, если мы говорим неожиданности, и больше я где-то подозреваю те неожиданности, ну, со знаком минус, которые к нам могут, ну, где-то осложнить, или то, чего мы не ожидаем. Может быть, для кого-то проиграются новости от детей, или вы будете заниматься какими-то детскими вопросами, для кого-то может такое проиграться. Но паж пентаклей – это тоже про прогресс. Это про, если и неожиданности, это возможности. С учетом пажа пентаклей – новые возможности изменить качество жизни. Может быть, вы действительно какую-то стратегию или тезис-план до конца года словно себе составите по пунктам, что я буду делать и чем я точно не буду заниматься. Давайте сюрпризы откроем. Ну, тема денег для вас, мои дорогие козероги, будет где-то номер раз. Или тема работы, где и каким образом ко мне приходят деньги. Здесь можете вы задуматься о дополнительном доходе или о пассивном доходе. По семерке пентаклей, когда сюрпризы, правда, получения денег. Может быть, те деньги, которые задерживались длительное время. Те документы, которые были отчасти не подписаны, где-то может сдвинуться, словно лед тронулся, да, какое-то ваше дело. Может быть, в высоких инстанциях вы пробовали согласовать что-то. Или какое-либо решение тут, чтобы оно было и подписано, и печать поставлена или что-то запротоколировано. Но развивалось это медленно. Карта больше, если мы говорим как сюрпризы, в этой позиции она будет говорить о том, что вот как раз то, что стопорилось в предыдущий период, здесь начнет где-то развиваться. Может быть, и закончится. Но я не могу это сказать для всех. Но движение как будто будет. Может быть, сюрпризы нам еще и говорят. Если у тебя что-то само по себе идет неторопливо, развивается, ну, сколько ты не прикладывай усилий, каким-то своим чередом, прими это как данность и что-то не педалируй. В данном случае медленно это для тебя будет как сюрприз, который тебя впоследствии порадует. Так бывает. Мы хотим что-то ускорить и рвемся с места в карьер. А потом мы проанализируем и думаем, а вот если бы я, ну, где-то никуда-то не стремился или не форсировал, то, может быть, вопрос либо сам решился, либо еще больше каких-то плюсов было. Так тоже бывает. И вот что-то подобное у вас может быть на декабрь. Сам по себе, правда, спокойный период жизни. И даже если у кого-то есть перемещение, поездки, вас это все радует. И Пентакли где-то, это стихия Земли, это ваша стихия. Поэтому вы как на своей волне, вы в какой-то своей программе, и у вас вот так размеренно, как вы планируете, в принципе, идет. Что сюрпризы, что неожиданности. Здесь дают вам какие-то новые возможности. И все это планомерно. Нет какой-то синкопы. Ваши действия. Я всегда называю эту карту, туз мечей, выход из лабиринта. Какое-то решение, правда, важного вопроса. Может быть, денежного вопроса, который у вас наконец-то. Если даже на 100% вы какой-то с бумагами, или тут ведь все зависит от степени сложности. Вот то, чем вы прежде занимались. Или то, с чего, может быть, где-то в ноябре вы начали подходить, чтобы осуществить что-либо. Как будто у вас будет безусловный прогресс, потому что вы принимать будете какое-то однозначное решение. Закончится какая-то двойственность. Вам захочется и понимание большего. Поэтому, правда, выход из лабиринта вы точно найдете. Благодаря, видимо, вашему правильному видению ситуации, оценке ситуации или какому-то выводу вы сможете исключить какую-то двойственность из своей жизни. Может быть, вы разберетесь в вопросах работы. Может быть, отчасти по отношениям какая-то ситуация для вас, словно проясниться будет больше конкретики. Может быть, и были какие-то разочарования. Может быть, и были какие-то задержки. А здесь как раз мы находим выход из любой ситуации. Помните, наверное, что взаимодействовать с людьми все же придется. И не должно быть помех. Давайте мы, если это ваши действия, тут больше про ментальность, тут нам про интеллект, про какое-то важное решение, которое вы будете принимать. И что тогда? А вот тогда, каков результат? Солнце, мои дорогие, правда, как сам по себе неспешный период. Период где-то самореализации, закладки будущих, свершений или ваших планов, проектов. И сама по себе карта Солнца, каков результат, который вы приходите, знаете, у вас что-то получится. Но это не совсем в контексте до конца года, потому что карта Солнца во всех колодах Таро это карта выбора правильного направления. И всего в колоде Таро две карты. Карта Солнца – это где-то на несколько месяцев. Ориентировочно – это период до середины 24-го года. А есть еще карта Звезда – это на десятилетие. Поэтому как минимум до середины 24-го года каков результат? Что-то у вас закладывается, мои дорогие козероги, вот в этом уходящем году. Уделите внимание, как и личной жизни, для кого актуально, финансов, тут что-то может меняться. И может быть, вот этот выход из лабиринта будет касаться работы. Кто-то из вас будет менять работу. И значит, это ведет к вашему последующему Солнцу, к вашему самовыражению, изменению качества жизни, к совершенно новым каким-то перспективам. Это карта счастья. Это карта, когда и для души, когда и для сердца, для вдохновения, ну и где-то для кармана тоже. Вот прекрасные перспективы, если мы говорим, каков результат. Ваше Солнце, мои дорогие козероги, ничто не должно помешать продвижению ваших планов. И поэтому, если нужно будет договариваться с людьми или будем говорить, какой-то нейтралитет поддерживать, помните, что, ну вот эта адаптивность, она вам в последующем сыграет в плюс. Карта совет, рыцарь кубков, радость. Радость нам говорят. Вот просто это карта вдохновения, приятных событий, признаний в любви, хорошего настроения. Это когда не говорят нам по этой карте, что на какой-то продолжительный период к нам приходит вот это воодушевление, но это сама по себе карта, когда, опять же, перемещение, все-таки у вас два рыцаря, и тогда поездки будут приятными, продуктивными, даже если вы что-то решаете по финансам, что-то вас обрадует и вдохновит, это факт. Но это еще и карта, если в совет, радуйся этому моменту. До конца года позволь себе что-то приятное, побалуй себя, позволь себе вдохновиться чем-то, как каким-то проектом или осуществлением задуманного, и, может быть, куда-то съездить вам придется. Но вообще в целом благополучный период, об этом нам говорят карта, и удели внимание своей личной жизни. Как будто козерог должен быть счастлив. И это будет очень важно. Не соскользнуть где-то в один материализм, мои дорогие козероги, потому что полнота счастья как будто для вас на последующий 2024 период, она будет очень важна. Наверное, ваши личные какие-то дела, как финансовые, так вопросы отчасти и с документами, или вашего какого-то прогресса, достижений, амбиций, это будет все сопряжено еще с вашим душевным состоянием. И душевность – это где-то про личную жизнь. Как будто нужно, может быть, для кого-то из вас вы встретите такого человека. Так вот, нужно уметь радоваться моменту, и, может быть, если вы были один или одна, какую-то новую историю создать. А, возможно, и откликнуться на чье-то предложение. И пусть это предложение не расскажет о какой-то далекой перспективе, но по карте солнца, помните, ведь идут все сферы жизни. Вы должны быть счастливы. Вот перекладывайте на себя, мои дорогие козероги. Я вас люблю. И будьте счастливы и любимы всегда.